Друзья мои, всем привет! Мы в Киото! В общем, всем доброе утро! Сегодня наша вторая точка в Японии, и это Киото, до этого мы были в Токио. Мы здесь буквально на один день, точнее на полтора. Завтра мы поедем в Нару, на родное место, где огромное количество садов красивых, оленей, храмов и так далее. Это же, в общем, очень симпатично. Думаю, видели в Пинтере, стильники в фотографиях. Я очень давно хотела там побывать, если честно. Вот Александр, который бронировал на все это путешествие, реально захватил эту точку. И это будет наша предпоследовательная точка в Японии. После этого мы поедем в Осаку. Я думаю, что в этом влоге будет и Киото, и Нара, и Осака, все вместе. Поэтому будет интересно. Мы приехали еще вчера вечером. Точнее, я сначала одна приехала, потому что Саша потерял паспорт и остался в Токио с Лизой. Они были в полиции, я тут была одна вечером. И судя по тому, что я прошла и увидела одну улицу, мне пока что нравится. Очень спокойно, очень красивенько, очень чистенько. Но сегодня будем с вами дальше исследовать. Для меня Киото, это чисто, знаете, вот эти фотографии маленьких улочек, старинных таких домов, Старбакса, где можно сидеть. Вот для меня это что-то подобное, потому что я где-то это раз увидела, и больше я практически ничего не знаю, поэтому для меня это будет что-то такое максимально новое. Будем исследовать, скажем так. А перед началом этого видео можете подписаться на мой телеграм-канал, конечно, потому что там самое интересное постоянно выходит и про Токио, и про путешествия, и про жизнь. Поэтому вот, кицевался. В Киото теплее, чем в Токио на данный момент, потому что когда мы были в Токио, там был дождь постоянно. И сегодня передавали по прогнозам в Киото дождь. Мы уже расстроились, потому что, ну как так может не вести? Но вроде как солнышко пока что. И вот такой вот у меня outfit of the day. Вот такие, смотрите, тапочки. Но я в них не пойду, если что, это такие отельные. Хотели проснуться в 8 утра, кстати, сейчас 11, если что, немножко опоздали. Ну, как обычно, собственно говоря. И посмотрите, как у меня классная кофта. Я эту кофту купила в Токио в каком-то магазине, не винтажном, а вот что-то по типу концепт-стора. И это, представьте, Болинсиада, Гэп и Изи в три раза дешевле. У нас сейчас по планам 1000 тори. Это, в общем, вот эти вот красные ворота. Посмотрите, как они будут видеть. И дальше просто гулять и следовать Киото, потому что это более спокойный город, он не суперогромный. И можно прямо походить, посмотреть, поисследовать в спокойствии, в тишине, потому что после Токио это самое то. Поэтому да, давайте выезжаем. Мы рядом с нашим отелем нашли сувенирную лавку. И смотрите, здесь продаются таби. Посмотрите, какие потрясающе красивые. Это же национальная вообще японская обувь. И вот такие вот маленькие. Вот такие вот, оп, маленькие. Огромное прям количество, посмотрите, всяких разных. Вот такие вот желтенькие у нас копытца. Такие вот у нас копытца. И даже, смотрите, носочки к таби специальные вообще. Ну что, ребята, у нас первая достопримечательность 1000 тори. Мы с ребятами доехали посмотреть. Тори это красные ворота. Да, Тори это красные ворота. Красный октябрь. Людей очень много. И на самом деле немножко пасмурно. Ну, в целом, хотя бы не дождь. Хотя бы не дождь уже есть. У нас уже заниженные стандарты. Да, у нас... Надо отметить, что у нас заниженные стандарты, потому что... Мы уже такое пережили. Нам бы лишь бы все было сегодня без эксцесса. Это будет вообще идеально. Нет, реально, сначала у нас было почему нет солнца с Акры, потом почему нет солнца, потом почему нет вообще просто... Почему нет паспорта? Да, почему нет паспорта? Понимаете, как с каждым днем стандарты понижаются. Но мы не отчаиваемся. Здравствуйте. Кто не смотрел прошлый лог из Токио, Саша просто там паспорт протирал за грант. Поэтому вот так вот. В общем, сейчас пойдем и смешиваем. Мои мучения у меня в облоге, можете увидеть. Это наша первая Тори. Тысяча Тори. А это вот одна Тори. И вот такой вот храм. Пагода. Пока что симпатичненько. Народу, правда, много. Так, здесь у нас есть карта. Можно, так сказать, погулять. Я думаю, что это пространство очень большое. Здесь прям старинные японские домики должны быть. Здоровье, благополучие и так далее. Сашка вот старается, пишет. Что-то пишет, счастливое путешествие, надеюсь. Да. После всего, что произошло, оно нам необходимо. Загадываем желание сейчас. Желание загадали. Идем гулять. Здесь прям на каждом шагу можно загадать какое-то желание. Смотрите, здесь есть такие арочки Тори. Тоже можно что-то написать и загадать. Вообще просто, ребят, зачем работать, если можно прийти загадать в три раза. И вообще супер. Ребят, еще, еще одна стена с желаниями. Ну вообще халява. Вообще, это храмовый комплекс, он называется Фусими и Нари Тайса. Он все время сгорел. Его восстанавливали около 30 лет. Поэтому история имеется. И вот, собственно говоря, Тории. Здесь их около тысячи, представьте, вот таких арок. И сейчас мы пойдем прямо между них. Вот, собственно говоря, вид изнутри, скажем так. Очень симпатично, людей достаточно много. Смотрите, вон там потоково, реально потоково здесь. Здесь два типа Тори, мы зашли в более маленькую. Сколько здесь? Десять тысяч? Десять тысяч вот этих вот арочек. На каждой Тории, на каждой арке написано что-то иероглифами. Очень детализировано. Мы пытаемся успеть сфоткаться, потому что людей очень много. Так, так, так. Опа, опа, опа. Смотрите, там посреди Тори кошечка бегает. Очень интересно. Привет, привет. Дальше у нас идет еще одна арочка. И пахнет очень свежим воздухом. Я так в родном городе в лесу пахла. Лошбеки. Очень симпатично, конечно. Мне очень нравится. Необычный такой оранжевый яркий цвет. Очень красиво выглядит на контрасте. Ребята, я вам не рассказывала, но у меня в последнее время, знаете, прям какая-то маня на всякие ходовые средства, баночки и так далее. Так вот, мои недавние новинки и любимчики от линейки для волос от Ля Дор. У меня есть шампунь, кондиционер и маска. Безумно люблю эту линейку, потому что она очень увлажняет, пытает волосы. В общем, мне нравится результат и эффект. Кстати, все эти товары я заказала на marketplace Азон в разделе красота и здоровье. Я давно пользуюсь Азон. Я не раз делала распаковки товаров в своих роликах и так далее, но я совсем недавно для себя открыла именно эту категорию красота и здоровье и была в восторге от общего ассортимента. На Азон есть практически все. От шампуня до парфюмерии. И, честно, выбрать очень сложно, потому что хочется буквально все. Мне нравится там огромное количество не только известных брендов, но и локальных, которые иногда бывает сложно найти в магазинах. В общем, и крема, и масочки для лица, и скрабы, все в одном месте. Очень удобно. Ну и, конечно, Азон приятные цены и условия доставки. Кстати, не переживайте, если вам что-то не подойдет, всегда можно сделать бесплатный возврат. Есть удобная доставка до двери или в пункт выдачи заказа. Также, друзья, мы делимся ты находкой. Рабуйте себя на Азон. Ссылочка в описании. А мы продолжаем. Мы взяли мороженое с мачи. Посмотри, здесь все с мачи. Сейчас будем пробовать. Очень красиво выглядит. Ну, давайте пробовать. Ну, мороженое с мачи вкусненько. Ну, да. Ну, прям как мачи. Ну, мачи. И посмотрите, как здесь симпатично. Такой вот садик. Должна быть где-то Сакура. Мы прям выискиваем, ребят, реально. Ну, холодно, блин. Уже или я мороженое съела или что? Ну, как-то прохладно. Нам дали вот такие очень красивые билетики. Посмотрите, они из такой бумаги рифленой. Я не знаю, как объяснить. Очень классно выглядит. Здесь, смотрите, Сакура. Вон она. Она немножко светлая. Не розовая прям. Ну, хотя бы есть что-то. Так, ребят, вот и сам храм. Посмотрите, какой симпатичный золотой. Был построен в 15 веке, по-моему, мы прочитали. Конечно же, пошел дождь. Естественно, куда же без него. Мы вообще супер попадаем на все дождливые дни. Мне так нравятся эти вот островки с деревьями. Посмотрите, как симпатично выглядит. Притом, что завтра и вчера в Киото были солнечные дни. Сегодня, конечно, дождь. Здесь нужно кинуть монетку, чтобы, я не знаю... Ну, что-то хорошее. Ну, что-то хорошее, что просто произошло. Вот у меня айзенген. Давайте попробуем. Вот эту вот мисочку нужно попробовать. Ааа, рядом! Это манит, это заманивает, это азарт. Это безумный азарт. Это безумный азарт. Вторая попытка. В общем, мы погуляли и пришли поесть в одно очень интересное место. Называется Кура Суши. И здесь это не обычный ресторан. Это ресторан, где к тебе приезжает еда. Это без официантов все работает. Мы еще, кстати, ни разу не ели суши. Не поняли, я не понимаю, почему. Просто практически нигде их нет. Есть рамен, гёза, на суши, роллов. Мы вот здесь можем заказать еду. И вот здесь она нам приедет, мы ее заберем и будем есть. Представьте, это очень интересно работать. Я где-то видела подобные ресторанчики в Рилсах и так далее. Вот здесь мы выбираем, что заказать. Смотрите, я взяла себе какой-то сет роллов. И это нам приедет. Прямо вот сюда вот. Приехал ко мне чай. Они, знаете, прям прилетают так вот. Мне принесли вот такой вот сет суши. Ну, немножечко, выглядит непрезентабельно. И какую-то вот такую вот игрушку. Не знаю, что это. А, смотрите. Мне подарили вот такую вот какую-то штучку. Вилья, вилья. Вилья. Ну и что, давайте пробовать реальные японские суши. В общем, мы поели. Это было очень вкусно. На самом деле, вообще потрясающе. И доехали до, наверное, самого популярного района в Токио, где находится храм Кайодзе Дэра. По-моему, так он называется. Честно, я не помню, что называется район. Найду и напишу вам здесь снизу. Это прям реально самая популярная точка Японии. И у нас сейчас будет такой потрясающий водитель. Это просто вообще что-то с чем-то. Он с нами поболтал и подарил вот такой вот магнитик. Посмотрите, да? Написано Киото. Очень мило. Вообще, ее чудесный дедушка. И здесь, правда, невероятная красота. Сейчас вам покажу поближе. Так вот выглядят улочки. Это тот самый Киото с картинок. Знаете, который вот слой от головы, когда вам говорят Киото. И в Пинтерсе очень много таких картинок. Именно с маленькими домиками, с магазинчиками, с вот этими желтыми огоньками. В общем, очень симпатично. Посмотрите, какие интересные магазины с разными японскими сувенирами. Здесь мачи, веера, чайнички, кружечки какие-то, цветочки. Очень аутентичные, красивые выглядят. Я, может быть, это у меня такое впечатление. Это не только у меня, у меня вот друзей вот тоже русскоговорящих. В основном сложилось впечатление о том, что в принципе с японцами построить какие-либо эмоциональные вот коннект, чтобы у вас был, это невозможно практически. Так же мы в такси сейчас. У нас была такая беседа. И подарил магнитик. Пожилые люди, они как будто более общительные. Да, они более разговорчивые, более вовлеченные. Да, а вот прям, что с отношениями романтическими, что с дружескими отношениями, это все абсолютно наоборот. Даже если ты знаешь язык. Даже если ты знаешь язык, у них между собой даже дружба, вот сколько я интервью тоже японцам смотрела, у них между собой дружба, это вот сходить пошопиться, сходить красиво в кафе, одеться симпатично. Но там, например, обсуждать какие-то между собой проблемы или еще что-то, этого нет. Это очень редко встречается. А если ты иностранец, то это еще сложнее. Особенно между женщинами, тут очень сильная мизогигия на самом деле. Да. То есть девушки между собой все время соревнуются, кто красивее выглядит и так далее. Они прям... Той, чайные домохозяйки здесь. Да. Но у них получается, у них реально обсессия по внешнему виду в плане... Очень-очень сильная, очень сильная. Особенно в Токио. Вот насчет Токио. Почему мне не нравится в Токио жить? Потому что ты постоянно чувствуешь немножко себя в грязи. Потому что на тебя постоянно... Во-первых, ты и так иностранец, да, на себя смотрит. Но они между собой вот смотрят на друг друга свысока, как будто бы все. Да? Да. Люди там из себя все время что-то строят. Вот у меня такое впечатление сложилось. Мы сейчас встретили просто потрясающих девушек, которые живут в Японии. Одна девушка живет в Токио, другая в Осаке. Они нас узнали. Вот дали небольшое интервьюшку, которое вы посмотрели сейчас. Очень интересно, конечно, все было это узнать. Они рассказали, что японцы очень закрытые. Одной девушке не нравится жить в Токио, потому что слишком шумный город. А вот Остако про Остако сказали, что это круто. Там крутая ночная жизнь. И нужно, не знаю, немножечко в клуб сходить. Еще раз сказали про то, что молодые, молодые японцы очень зависят от американской культуры. Они прям все это изучают, учат. А вот поколение, которое постарше, они вообще, вообще ничего не знают о английском. Потому что Япония очень много была закрытой страной. И, собственно говоря, английский к ним пришел не так давно. И туризм начал развиваться относительно. Вообще, временного преживка не так давно. Очень, конечно, все это интересно узнать, потому что для меня Япония – это что-то такое неизведанное, интересное, очень необычная культура, очень необычная традиция и обычаи. И все это очень интересно изучить. А сейчас мы приехали в тот самый Старбакс, где можно посидеть на полу. Да. Собственно говоря, вот он, единственный в мире подобный, вроде как, я знаю. Здесь два этажа, и второй этаж выглядит вот так. Это сами татами, посмотрите. Выглядит, ну, странновато, если честно. Здесь есть и обычные места, но их чуть меньше. Вот. Здесь несколько комнат, в которые ты можешь зайти и сесть на пол. Немножко странно, если это выглядит, потому что, не знаю, как-то просто комната, где все сидят и едят. Наверное, в этом и прикол. Я думала, что будут какие-то общие столы и везде подушечки, как это будет более огорожено, цивилизованно. Но пока что вот так вот, скажем так. Вот так это все выглядит, посмотрите. У нас сегодня Синамон Ролл и что-то с матчей Саша себе взял. Невероятно здесь обсессия на матчу. И я его, ну, честно могу понять. Да, да, уже. Все ушли, теперь татами только наши, скажем так. Сашка вообще себя суперкомфортно чувствует в этом месте. Чувствую себя как дома. Реально. Тут еще вот такие вот тапочки, смотрите, это их таби. Они, кстати, по ним реально ходят на улице, что интересно. Таби. Ой, а как они, когда они называются? Шлепы. Ну, не шлепки, Саша. Саша реально говорит шлепки. Все разошлись. И вообще здесь, на самом деле, очень сложно занять какое-то место. Но мы пришли прямо под закрытие. Татами в свободной форме в Старбаксе, представьте. Точнее, ну, никого нету. Это редкость. Здесь еще одна секция. И таких штуки, наверное, 3-4 тоже, смотрите, как пусто. Здесь есть еще первый этаж. И вон там, смотрите, сад. Но я думала, что днем здесь просто не пройти. Было очень необычно в данном Старбаксе, если честно. Идем дальше гулять. И следует район. Называется, кстати, Геон. Я прочитала в гугл-картах, что в этом районе работают гейши. То есть, они до сих пор, скажем так, задействованы. Я еще совсем недавно смотрела фильм. Мемуары гейши называется. И на самом деле, это прям один в один атмосфера. Мне кажется, они даже снимали какие-то отрывки здесь. Или делали муляж. Ну, в общем, очень похоже по вайгу. И знаете, я прям попала в этот фильм. Кстати, совет интересный. Ой, девочки, мы такие с вами реально, знаете, это самое. Образовываемся в месяц. И таки реально поработали. Господи, прошу, пожалуйста, дайте Сакуру. Дайте Сакуру. Опа. Смотрите, желание сразу исполнилось. Вот она, Сакура. Правда, она одна. Но нам вообще хотя бы что-то. Нам хотя бы веточка, мы уже рады. Я, кстати, еще прочитала, что сегодня, точнее, в этом году, за последние 10 лет, самый поздний сезон Сакуры. Да-да-да, спасибо. То есть, реально, все остальные 10 лет, которые были до этого, Сакура цвела уже в это время, когда мы сейчас здесь. В этом же году она переносится на чуть попозже, потому что холодно. И, естественно, мы приехали именно в этот период. Вот так, Сакуру, не знаю, увидим или нет вообще храма в России. Я не могу, как красиво, посмотрите. Просто, особенно вот эта вот кафешка или что-то такое. Прям при ночном цвете. Ой, тут такая лесенка вниз, смотрите. Ой. Ребята, я не могу посмотреть, как красиво просто. Все прям очень аутентично. Наше любимое новое слово. Я вообще в восторге. Это у нас Хокан-Джи. Темпл. Храм. Тоже очень красиво выглядит, когда людей нет особенно. Ну, в плане так, тихо, спокойно. Мне бы одно и честно, это было страшновато немножко. Или немножко одиноко, не знаю, как это передать словами. Но у нас ребят уже вообще супер. И я бы, наверное, одна по Японии вообще бы не смогла путешествовать, потому что слишком, ну, слишком тяжело. Слишком незнакомая история. Там есть что-то внутри? Я не понимаю, туда можно зайти вовнутрь? Там есть что-то внутри, но он не пускает. Но не пускают, да? Нет, мне кажется, нет. Потому что мы с тобой же были. Ну, мы все были в этом курейте. Да. Там ничего не было. И нас не пускали. Здесь прям на каждом шагу эти автоматы со всякими разными напитками. Да, мне кажется, так, ну, у тебя реально кажется, что... Да, мне кажется, их очень много. Нет? Мне кажется, что я ожидал просто реально на каждом шагу. Ну, их очень много, на самом деле. Даже в таких неожиданных местах исторических они вот стоят и вообще не вписываются в атмосферу, которая здесь происходит. Ну, это очень вписывается в мои желания. Ну, в желания очень даже вписываются. Удовлетворяют потребности, скажем так. Взяла себе холодный зеленый чай. Это просто чай без добавок, без сахара. Очень вкусный, верховатый, но прям прикольный, знаете, на... Ну, вместо воды. Ну что, друзья, мы уже в номере. Уже 9 часов вечера. Мы впервые так рано вернулись на каждое со всей дни домой, потому что обычно мы гуляли до часов 12. Но здесь подустали, если честно. Что могу сказать о Киото? Конечно, очень классно. Очень старый город. Один из древнейших, по-моему, в Японии. Он, кстати, был бывшей столицей Японии. Я сегодня пока узнала, до этого, честно, не знала. И если переместить буквки в слове Киото, получится Токио. Вау. Вот это интересно. Даже децепр. Круто, конечно, очень мне понравилось. Очень колоритненько. Это, конечно, погода немножко подвела, но в такую погоду у Киото выглядит очень загадочная, если честно. Поэтому мне нравится. Зашли в Family Mart. Это формат 7-11. Тут есть большая. Я взяла себе вот такой шашлычок куриный. Посмотрите. Я обожала подобные шашлычки в Таиланде. Сейчас здесь попробуем с вами. О май гад. Ом. Ом. Мага. Это очень вкусно. Вау. Это очень вкусно. Боже мой, как это было вкусно. Стоит 90 рублей. А вот этот чай зеленый. Господи, я люблю. Я люблю. Я это люблю. Я это очень люблю. У меня, на самом деле, как ни странно, одна из любимых кухонь это тайская. Потому что это очень вкусно. Я вам клянусь, это не остро. Я, конечно, думаю, что тайская кухня это так себе, но Патай. Всякая такая история шашлычки. Это просто вау. Завтра мы войдем в Нару. Там, где оленята. И будем смотреть, как готовят моти. Это прям древнейший способ приготовления моти. Со всеми процессами будем наблюдать. Очень интересно. Надеюсь, погода не подойдет, потому что хочется с оленятами, если честно, в солнышко встретиться. Ой, завтра солнце 20 градусов. Боже мой, спасибо. Но то, что за последние 10 лет, когда Сакура началась вести позже, нас просто убивает. Ну как это возможно вообще? Ладно, ем свою курочку, жду ребят и будем, не знаю, играть в карты. Друзья мои, я как раз убеждаю, что пробовать новое и о своей профессии, в которой давно лежит душа, никогда не поздно. Мы с вами достаточно часто думаем о том, что освоить новое дело это очень сложно или пора вообще невозможно. Хотя на самом деле главное просто начать. Я уверена, что многие из вас мечтают о том, чтобы стать стилистами, маркетологами, дизайнерами, возможно психологами. Так что если вас заинтересовало последнее, послушайте, сейчас будет очень интересно. Если ваша душа лежит к тому, чтобы помогать людям и консультировать их в области психологии, то можно начать углубляться в эту профессию в НАТПО. Национальная академия дополнительного профессионального образования, если что. У них есть потрясающий курс, который поможет вам углубиться в профессию психолога-консультанта. Вообще психолог-консультант это очень востребованная профессия, актуальность которой с каждым годом растет и растет, особенно в современном мире. И люди понимают, что никто не поможет устроиться с психологическими проблемами лучше, чем сам психолог, который владеет техниками и медиками диагностики и консультирования. Как раз таки в НАТПО есть образовательная программа, проработанная ГАТА, на которой поможет вам получить фундаментальные знания в сфере психологии и начать отрабатывать их на практике. Для новичков профессии вы получите всю необходимую базу и даже чуть больше. Также обучение подходит для продвинутых профи и корпоративных клиентов. У вас будет 10 месяцев обучения дистанционно, 28 общих и специальных дисциплин, 10 практикумов, безлимитный доступ ко всем материалам курса обновления и бесплатный доступ к онлайн-плиотеке НАТПО, Библиоклуб или ТРЭС. Вообще на курсе очень эффективный и простой формат обучения. Будет работа и с практиками, и с профессиональными стандартами, а сам курс соответствует второму высшему образованию. Кстати, 80% преподавательского состава – это авторы монографий, книг, пособий, статей, доктора и кандидата наук. И давайте подведем итог, что вы достигнете в результате обучения. Во-первых, вы получите устойчивую теоретическую базу в разных отраслях психологии и освоите необходимые тонкости профессии, сможете работать с разными запросами уже сейчас, с аддикцией, депрессиями, тревожностью и другими, будете готовы к профессиональной деятельности в сфере психологической помощи и научитесь применять знания на практике. Также дадите хороший буст вашему развитию в этой сфере. Ну и, конечно, получите диплом установленного образца от престижной Московской академии, одного из лидеров образовательного рынка. Также, чтобы узнать подробную информацию о курсе, переходите по ссылочке в описании или вы зависите по QR-коду на экране. Для вас по промокоду Романовак действует к 5% на курс, поэтому успевайте забрать. Но и осваивать новые профессии никогда не поздно. А мы продолжаем. Друзья, всем доброе утро, день 2. Да, вчера немножечко посетили с ребятами, легли спать. В 2 часа ночи, господи, спасибо большое. Сегодня наш последний день в Киото, и мы выезжаем в Нару смотреть на оленят. Опять мы проснулись поздно. Хотели в 8 утра, как всегда в 10, но как бы здесь я вообще не могу проснуться. Это просто кошмар, вообще никак не могу. И сейчас мы быстренько едем в то место, где мы были вчера, в этот район. Агина, Гина, по-моему, так он называется. Чтобы посмотреть при свете дня, потому что район очень аутентичный, очень светящий, очень красивый. И дальше уже выезжаем в Нару. Надеюсь, мы все успеем, потому что вообще мы планировали выехать 2 часа назад. Ну, немножечко не успеваем, да, сейчас. Вещи у меня почему-то с каждым днем все больше и больше, хотя я вроде бы ничего не покупаю. Ничего уже не умещается в мой маленький чемодан с ручной кладью, но мы как бы стараемся. У нас такой красивый холл в отеле, посмотрите, мне очень нравится вот второе жилье, которое Саша снял. Ну, мы сняли. Снял. Саша нашел. Как и все в этой поездке практически. Ну, да. Ребят, мы уже на этой улице, просто посмотрите, как огромное количество людей здесь, потому что это буквально самая популярная улица в Киото. И нам вчера удалось застать ее безлюдной, поэтому, собственно говоря, это большой-большой плюс. А какая сегодня чудесная погода. Впервые, наверное, за долгое время, ну, кроме одного дня в Кокио. Мы вообще кайфуем. Мы очень рады. Мы нашли единственное плюс-минус свободное место. Это какой-то мачо-гарден. Здесь только мачо и все. Но мы взяли с другой кафешки панини. Купили здесь мачо и сели. Не знаю, можно это делать, наверное, нет. Но тут все равно не очень много людей, поэтому им не жалко. Посмотрите, как здесь симпатично. Вот такой вот гарден, такой садик, такие столики. Такая вот эстетика, какую мы любим. Ой, тут оса. Оса. А, пахнет, что-то пойдет. В общем, вот наша мачо-лате. Очень вкусная, кстати. И мы взяли вот такие вот панини маленькие. Это наш завтрак. Очень эстетично, классно, вкусно. Спасибо. Ребят, это самая вкусная мачо, которая пробовала в своей жизни. Реально, это очень вкусно. Мне вот это очень понравилось. Она не супер сладкая, выдержанная, молоко очень вкусное. И сама мачо качественная. О, боже. Мы зашли в какой-то магазинчик, где продается мыло, умывашки для лица и так далее. И здесь, смотрите, был Джастин Бибер, поэтому я скупаю скуку просто в весь магазин. Это вот такие вот странные умывашки для лица, смотрите. Оп, оп, оп. Очень странно. Ребят, Джастин Бибер просто потрогал. Я тоже просто потрогала, знаете, по следам. Поэтому мы уходим. Саша уже накупился. Зашла в какой-то магазинчик с благовониями. Очень вкусно здесь пахнет. Посмотрите, взяла себе вот такую вот чудесную историю. Это благовония с Сакурой и с Жасмином. Очень вкусно пахнет. Знаете, от этого, надеюсь, не болит голова. Как красота. Девочки, наконец-то я что-то купила вообще. Это вообще без целемирчиков, сами понимаете. Будет тебе вкусно пахнуть. У меня в квартире сегодня, например, у Японии. Мы уже на вокзале. Сейчас будем выезжать в Нару. Точнее, это как метро, я так понимаю. Нам ехать час. Скажи, какое метро? Метро, это МЦД. Это КЦД. Киоска МЦД. Центральный диаметр. Киоски и центральный диаметр. Вот, мы вот сейчас на нем находимся. Поэтому выезжаем к Калинятам. У Зиз реально своей маленькой радости. Она просто обожает этот зеленый чай. Вот, покажите. Две. Две взяла. Ууаа. У меня с жопками. Call me by your name. Сашка взялся с этими спирсиками. Ребята, ура. Мы на Нара, Централ Стейшн. Сейчас поедем смотреть на Оленят. Еле как закрыли наши сумки-блокеры, потому что мы же выселились сегодня утром из отеля. Мы вечером едем в Осопу. У нас вот такой огромный количественный чемодан. Это просто кошмар. Хорошо, здесь есть какие-то в эти ящички. Ребята, мы доехали до парка. Я думала, что он в какой-то закрытый территорий, но он открытый. Ты выходишь с вокзала. Буквально проходишь там 100 метров. У тебя парк с оленями в открытом доступе. Вот они бегают, посмотрите. Ой, ой, побежал. Сейчас мы сходимся им за едой и вернемся кормить. Здесь такой красивущий сад. Очень тепло сегодня. Потрясающая погода. Хоть где-то нам повезло. Спасибо на это. Мы взяли оленятам печенье. Очень вкусно выглядит. Я сама хочу их съесть, если честно. Я думала, что они едят что-то другое. Траву там, не знаю, морковь. А у них все это самое. Даже очень неплохо. Вот они, оленята. Это, господи, господи, какие миленькие. Слушайте, они вообще не боятся людей. Да. Да это бусинка такая. Да это такая бусинка, но... Оленята, деревья. Вообще, ребята, сказка. Картинка. Зашли в Старбакс взять себе мачо и поесть немножко, потому что проголодались. И смотрите, как это красиво. И никто, кстати, не спрашивает, почему здесь в Старбаксе имя. Очень странно. Ой, друзья, это слишком шикарно. Как-то вот прям уж слишком хорошо. Идем смотреть, как готовят моти. Оригинальный способ приготовления. А потом уже каленятам, потому что парк чуть дальше. Мы видели, знаете, такую демо-версию. Посмотрите, какая большая очередь за все эти люди, чтобы посмотреть, как готовят моти. Ого. Много-много прям. О боже, о боже, сколько всего происходит сразу же. Но они их очень быстро делают, посмотрите. Опа, опа. Будешь, будешь. Ням-ням-ням. И съел. Ребята, ну какая милота. Да, правда, вот этот олень кусает меня в жопу. Представьте, я вообще не понимаю, что это такое, что за поведение. Просто все едят-едят, он меня в жопу кусает. Вообще некрасивое поведение, если честно. Но очень они милые. Очень милые, очень добрые, вроде как. Ну, кроме вот этого одного. Да, все, наелся. Не, мне кажется, им невозможно наесться. Они просто, мне кажется, могут есть везде. Сколько людей их кормят, они до сих пор голодные. Представьте, они кланятся, они кланятся, посмотрите. О боже, о боже. Это невероятно красиво. Такое умиротворение. Представьте, здесь живут люди, которые могут просто проснуться, я не знаю, выпить кофе и пойти гладить оленей. Потому что парк бесплатный и открытый. Одного олененка почему-то здесь вот так вот, нет, точнее, двоих. Мы заперли в загончик. Как-то их сепарировали. Господи, друзья, мне кажется, это незаконно. Незаконно, чтобы было настолько красиво, эстетично. Мы как будто в сказке, правда, это очень похоже на сказку Бэмби. Лиза, как вам? Ебейши. Ну, немножко страшно, на самом деле. Нет, сначала мне было, во-первых, их жалко. Когда мы пришли только в парк и увидели оленей, где они были все уставшие, их измотали, их замучили. Они были, ну, типа, дети суют им, прям вот так вот, прям вот так суют печеньки. И они отворачиваются, типа, они уже, они просто хотят отдохнуть. Это было очень страшное, неприятное зрелище. И я подумала, ну, ладно, мне все равно, я не буду фоткаться с оленями. Хрен с ним. Потом мы отходим, типа, дальше и видим... Лес. Лес, ну, опушку с оленями, которые сами пошли на нас. Причем они увидели, если они остались далека, да, и они прям очень быстро пошли на нас сами. Вот, и они реально хотели есть, они стояли, ну, все время, вот, они съели все печенья у нас. Все, ровно все печенья. Из-за жопы меня укусили. Из-за жопы еще кое-то укусили. Поэтому после этого мне стало, ну, типа, окей, все, нормально. Хавайна. Просто хочется заплакать в этом месте от красоты. Реально, это было просто невероятно. Я прям в шаге, я в шаге до сих пор. Я в шаге от того, чтобы взять, скрыться здесь в парке. Да, и просто остаться. И просто остаться тут навсегда. Оставить ты свой паспорт еще разочек, Саш? Да, пока я свой еще не забрал, но, короче, второе место для потери паспорта партнером. Девки, мы вообще кайфуем жестко. Вообще. Полный охуенчик. Вкусные моти, но больше одного я, если честно, не съешь. Они такие достаточно, не знаю, как сказать, сытные, что ли. Тесто супер, посыпочка супер. Начинка на любителя. Я вот люблю, когда клубиночка какая-нибудь внутри. Лучше иметь такое ягодное. А здесь были бобы. Ну, это оригинальная история. В поезде всем пиздосом. Боже мой, они живут в сказке. А ну-ка, давайте это самое. Обратно в Пинтерест. Мы просто в восторге от того, что здесь реально живут люди, и они каждый день видят эту красоту. Наверное, она им уже надоела, конечно. Но, ребята, вы представьте. Если бы в Японии можно было бы снять Airbnb или жилье, то мы бы, конечно, заселились в какое-нибудь такое место на парочку дней, но здесь только отели. Снимать жилье нельзя в Японии, только по приглашению специальному. Мы просто не можем слезать от того, насколько здесь красиво. Это просто, ну, нельзя. Мы решили, что либо везде так красиво, либо нигде, сука, потому что это уже неравноправие. Это нечестно. Это просто некрасиво, в первую очередь. Это что-то одно для Москвы, ну, чисто по-человечески. Олененка одного можно забрать. Вообще в Наре олень является священным животным, поэтому здесь буквально все с оленятами. Смотрите, какие-то печеньки они делают. Какие-то вот такие вот, что это такое, даже не знаю, мармеладки. Даже трубочки тоже с оленями. Вот так вот. Ребята, мы опять в последние две минуты сели на поезд до Осаки. Уставшие, с огромным количеством чемоданов. У нас все упало. У нас реально аллея кринжа какая-то по Японии происходит постоянно. Но ездим, все хорошо, все спокойно. Уже успели перепугаться, что сели на этот поезд, но я бы уже, честно, признаться не удивилась, потому что мы едем правильно. Представьте, ехать нам около 40 минут, что, кстати, вообще недолго. Нара очень близко Косако находится. Там мы заселяемся в отель, и у нас будет еще два дня в Косаке. Это путешествие. Мы как будто находимся в Японии, не знаю, уже год. Честно признаться, хотя прошло 6 дней. Очень насыщенные дни. Каждое что-то происходит. Постоянно мы куда-то едем, постоянно мы чем-то занимаемся. Короче, вообще, это, ребята, легендарно. Узялась вот такой маленький чай зеленый, который холодный. Правда, очень вкусный. Он вообще не сладкий, чуть ли горьковатый. И мы считаем, что это полезно. Буквально через сколько? Наверное, минут 30 мы приехали в Осаку. Нам сказали, что это самый тусовочный город, в котором нужно реально немножечко. Также мы ни разу тут не выпьем. Ну да, мы такие какие-то слишком спокойные. Нужно немножко дебоша какого-то устроить. Ну смотрите, по первому впечатлению, очень даже симпатично, похоже чем-то на Токио, только более спокойно. Сейчас едем заселяться в отель. Ну по итогу мы с Екатериной выпьем 300 миллилитров пивка и все. На все три дня? На все три дня. Спасибо. Девочки, а хочешь такого-то экстрима в Осаке, если честно? Ну, завтра вот идем в Universal Studio. Вот он и экстрим. То, насколько... То, насколько мы уже устали просто от того, что происходит в этой поездке. Посмотрите, сколько у нас чемоданов, сука. Мы с ними просто таскаемся. Каждый день на эти поезда. Ребят, внимание, размер такси, которое к нам приехало, и количество наших чемоданов, сука. Это просто пипец. Ребят, у нас пассажир спереди, это чемодан, потому что все не вместилось. Посмотрите, вот такая маленькая машина, дедушка нам помог. Спасибо вам большое. Девочки все, поехали заселяться в отель. Я не знаю, вы устали? Нет, вообще, мы полно силы энергии. Давайте забухаем сейчас. Так, ребята, мы уже селились. Такой у нас, посмотрите, какой потрясающий номер. Ну, он не большой, но очень комфортный. Провать, телевизор, туда-сюда. Но самое прикольное, что здесь есть, это, естественно, девочки, мой вид, да. У нас видовая, вообще-то, квартира на Осака. Посмотрите, очень красиво выглядит. Нам нужно поделать контент, повыкладывать истории, посты в телеграм-канале и так далее, и потом по этим есть. Я очень сильно голодная. Мы не ели нормально, на самом деле, весь день у нас сегодня был на завтрак понение, на обед понение, на ужин воздух. Нет, шашлычок мы взяли, пособо не ловим. Вот поэтому сейчас поделаем всякие сторисы, и поедем куда-нибудь поужинать, потому что это кошмар вообще, девочки. Мы зашли в кафешку, которая прям в нашем же отеле, потому что практически все закрыто, и нам лень куда-то идти, мы слишком сегодня устали. Ножки уже в боку. А мы гулять пойдем? Гулять пойдем. Зато гулять пойдем. Осака – это ночная жизнь. Осака – это ночная, сегодня пятница, это значит, ну, это значит, что нужно как-то рейвить. Также наш рейв, внимание. Сашка, он вообще на воде после случившегося. Принесли нам рис с говядиной, размер, конечно, честно признаться, вообще убил. Не знаю даже, как этим наесться. Вот. Ну, и немножко мы здесь за сегодня на пиве, потому что хочется какого-то, ну, не знаю, настроения такого, знаете, заводного после оленят. И вот тут кипяток. Не знаю, почему она сказала мне это лить сюда, но мы делаем, как нам скажут. Ну, это, кстати, очень вкусно, если честно. Рис классный. И говядинка такая сочная. Вольгу и побольше было. Друзья, мы, ну что, всем доброе, как сказать, осаковское утро. Мы уже здесь второй день, точнее, третий, начало третьего дня. Вчера я не снимала, потому что мы были в Universal Park Studio. Это парк от Universal по типу Диснейленда, но только Universal. Девочки, мы сегодня в Universal Studio. Миньоны! В общем, всем доброе утро, начало следующего дня. Мы в Осаке до сих пор, и мы приехали в Universal Studio. Их всего четыре в мире, и одна из Universal Studio в Осаке. Да, друзья мои. Это что-то наподобие Диснейленда, только во вселении Universal. То есть Гарри Поттер, Миньоны, Марио, вся вот эта история. Будем кататься, веселиться. И билеты, что-то стоили очень дорого, 20 тысяч рублей. Представьте, с фаст-треками, но это, я надеюсь, того стоит. Саша просто очень хотел. Такой здесь огромный шарик, посмотрите. И людей, кстати, пока что. Вроде как не так много, но мы приехали к 11 утра прям. Девки, ну я не знаю, должно быть вроде как круто. Саша нам вообще зарекомендовал это место, что оно такое крутое, невероятное, страшное, с этим экстрима, рейва и так далее. И там было сложно вас снимать, но было классно. Очень все проработано, огромное количество людей, опять-таки, как бы из Диснейленда, но больше горок крутых, больше интересных локаций, больше интересных каких-то, знаете, интерактивностей, интерактивности, ну вы поняли. В общем, было супер. Мне очень понравилась горка, которая на Гарри Поттере, попробовали, кстати, сливочный пив. Так что, друзья мои, вообще советую, если будете в Осаке, сходите, это прикольно. Но мы брали экспресс-пассы. Без экспресс-пассов, там также стоять в очереди по 2-3 часа, это прям too much. Мы на такое не были готовы. После Диснейленда, нет, спасибо. Поэтому было в целом неплохо. Что я могу сказать? Мы вчера вечером пошли гулять по Осаке и на самом деле мне вообще, вообще не понравилось. Абсолютно. Я не знаю, когда объяснить. Город для меня очень грязный, город для меня очень, скажем так, тусовочный в плохом плане. Мы вчера гуляли по главной улице, там реально огромное количество мусора, все валяется, какие-то странные люди, очень как будто бы небезопасно. Нет нормальных кафешек, зашли в одну куку, там было вообще невкусно. В общем, пока что вообще 0 из 10. Ничего не понимаю, возможно, сегодня будет лучше, мы пойдем гулять в более старую часть города. Мне кажется, мы гуляем не там, возможно. Сегодня мы идем, да, гулять в старинную часть города. Мы проснулись, сейчас час дня. Я проснулась впервые в 12 здесь, потому что очень сильно мы не досыпаем и решили сегодня, что все, пора уже как-то поспать немножко. Тем более, город не супер зашел, можно и не так много посмотреть. Наша математика. Аутфит на сегодня вот такой вот наделась. Смотрите, какие яркие желтые кроссовочки. У нас, на самом деле, вещей уже чистых и глаженных достаточно мало осталось, поэтому мы хотим здесь так сюда в путешествиях, поэтому носим. Чуть что-то мятое. Ничего страшного. Друзья мои, мы вышли из номера наконец-то с Лизой. Саша уехал в Токио, чтобы забрать свой паспорт, поэтому мы сегодня вдвоем идем завтракать куда-то. И вроде как днем здесь даже поприличнее. Ну, у нас еще район тут поприличнее. Да, где мы вчера были, это просто вообще кошмар какой-то лютый. А вот здесь, смотрите, вроде даже как симпатично. Спокойно. Спокойненько, да. Людей не особо много. Улочки такие миленькие. И вот нашли какую-то кафешку потрясающую, эстетичную, дай бог. Пока нету, да. Сегодня воскресенье мы переживаем, что кофейня закрыта, потому что здесь вообще ноль людей на улице. Но я не люблю писать в гугле, что сюда открыто, по итогу приходишь, там, я не знаю, место закрылось 15 назад, поэтому испытаем удачу. Накормились нас хотя бы хлебом. Друзья, она открыта, посмотрите, господи, вон там наверху сидят люди. Это счастье, это успех, это вообще лучший день в жизни. Друзья, посмотрите, как здесь красиво. Вообще, это роскошь, это роскошь. Мы первый раз только эстетичная кофейня в Японии вообще. Посмотрите, вау. Друзья, это счастье, это счастье. Найти такую потрясающую кофейню, это просто что-то невероятное. Она еще открыта в воскресенье. И тут есть еда, представьте. Одна. Одна по седе. Ну, нам есть еще наше. Да, нормальная. Да, да. Она потом нормальная. Это передик там. Завтрак, завтрак. Вообще супер. Короче, будем завтракать. Мы очень рады. Мы прям, не знаю, у нас лучший день в жизни, у нас эйфория. Мы счастливы. Мы счастливы. Это и есть счастье. Но посмотрите, какие цветочки. Вообще, очень даже эстетичненько. И такие девчульки сидят. Такое вот у нас айс латте. Делали нам его минут, наверное, 15. Но мы вообще хоть час готовы ждать. Мам, сейчас прибор. Очень, кстати, вкусненько. Вообще. Очень, очень прям вкусненько. Очень, очень. Друзья, она вообще шикарнейшая. Сделали нам красоты просто. Посмотрите. Сейчас будем пробовать. Нормально. Сверху, смотрите. Слушайте, вкусненько поели. Вроде как-то уже и город симпатичный. И вроде и погода такая классная. Еще Сакуру пойдем смотреть. Как-то и Осака уже прикольная. Девки, а вот она и Сакура. Посмотрите. Пока что все, что нам, да, свете. Дошли до этого сада, где находится самый популярный храм в Осаке. Огромное количество людей, на самом деле. Потому что в основной Осаке, где мы сейчас гуляем, вообще никого не было. Все, оказывается, здесь. Все гуляют. И все туристы, я это понимаю. Девочки, вот, собственно говоря, и Сакура. Ну, немножечко голенькая, если честно. Вот. Хотя нам сегодня Саша присылает фотки из Токио, чтобы в Токио она зацвела. Но прикол в том, что Осака южнее, чем Токио. Мы не понимаем, почему ее здесь нет. Что происходит вообще? Что это за проклятие? Девочки, нашли одну Сакуру. Посмотрите. Опа. Такая вот. И все с ней фотка, собственно говоря. Она тут реально одна. Сносненькая, что сказать. В общем, заходим мы на территорию храма. И здесь, смотрите, есть такой стензи, где можно помыть руки, видимо, какой-то святой водой. Не знаю, что это такое. Ее нельзя пить. Но вот все подходят, наливают в эти кувшинчики и моют руки. Что-то, значит, тут интересное происходит. Ну-ка. Я возьму золотой кувшин. Золотой, самый большой, да? Прямо нахуй. Так. Оп. Опа. Опа. Запясться, наверное, надо, Катя. Но я не уверена. Ой, посыпался сразу. И сразу же листья. Кать. Кать. Нужно было бурную эмоцию вообще у этого места. Девочки, еще одну Сакуру нашли. Представьте, у нас сегодня прям успех, успех. Очень странно, что она как-то неравномерно зацветает. Вот эта, например, Сакура напротив вообще никак не цветет. А вот здесь уже вовсю. Это вообще что такое? Ребят, мы нашли здесь вот такую игрушку. И смотрите, это просто наше состояние. Он за нами повторяет. Привет. Где Сакура, сука? Мы больше так не можем. Мы, в общем, с Лизой выяснили, что это главный самурайский замок в Японии или в Осаке. Вот. Но сам факт того, что это самурайский замок, это очень интересно. И здесь есть магазинчик, где там все связано с самураями, всякие разные клинки, туда-сюда. Я, кстати, в Японии очень мало видела атрибутики, связанные с самурайами. Возможно, все здесь. Еще мы вычисли, что это самый большой замок в Японии по высоте и по территории, которую он занимает. И это, на самом деле, факт, потому что здесь, где мы были, они прям небольшие. А этот с размахом. Смотрите, что творят. Прилепили сюда камеру, короче, на селфи-палку и фоткаются. Нет, очень-очень даже, честно признаться, технологично. Девочки, лот номер три, еще одна сакура или что-то такое, мы уже путаемся. Смотрите, какая яркая, розовая, красивая. О, боже, мы с Лизой случайно в Инклюис на магазин, где продают кошечек, собачек. Посмотрите, какие кисы, какие котелы. Это маленькие, это просто вообще кое-какой маленький. А вот здесь такие вот собачки. Такие вот собачки маленькие. Ой, маленький, ты класс! Боже, 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 я сейчас возьму, я уеду с собакой, сука. А вот это, а вот это, да посмотрите на это золото. Ого, она стоит почти полмиллиона рублей, 300 тысяч. Ничего себе. Ой, они жабу, а мультипу. Они ж польченые, по-моему. Мультипу очень-очень дорогие, то собаки, они тут очень сильно их любят. Так, ну что, приехал Сашка из Токио. Не с пустыми руками, с паспортом. Конечно, с паспортом, нашел, нашел. И увидел три сакуры, представьте, в ряд. И Фудзияму. И Фудзияму, чтобы... Полностью в отличное время. Считай, все путешествие я вообще прожил. Сейчас едем в Ральф Лорен кафе. Там есть какие-то вкусные десертики. Покажи, там все есть с матчей, смотрите. Это вот так-то. О, смотрите, вот это вот Ральф Лорен кафе. Это какие-то такие милые десертики. Такая сахарная кома, чисто, знаете. I love it. I want it. Заткните меня этим браунгами. Заткните меня браунгами. Такую кружку мы не берем. Все по одной из меню. Мы уже в Ральф Лорен кафе. Посмотрите, как здесь симпатичненько. Очень мило. Нам принесли вот такие вот десертики. Но я не буду, ребята, будут. Чизкейк, какой-то брауни. И смотрите, я взяла себе вот такую вот милейшую печеньку. Это их же знак, Ральф Лорен. Мишка. И чай. Очень симпатичненько. Решили немножко пробежаться по магазинчикам. Ребята хотят себе что-то еще купить. У меня маленькие чемоданы. Я просто хожу. Я просто смотрю. А вообще стараюсь не смотреть, потому что здесь опять-таки есть все. Как и в Токио, все магазины. И смотрите, какое огромное количество народа. Это просто кошмар. Это я вот сейчас выцепила какой-то в спот без людей. Сашка уже не отходя от кассы. Говорит, хватит. Вообще все. Берет, берет. И прикол в том, что здесь практически все позиции в наличии. И стоят в 2-3 раза дешево, чем в Москве. Например, сейчас у Сашки в кассу за 7 тысяч рублей, которые в Москве стоят около 20. Нормально вообще? Но количество людей соответствующее. Я так понимаю, что в Осаке шопинг это очень популярно. Тем более сегодня воскресенье, поэтому вот так вот загружено. Лизочка уже прикупила себе что-то в Азидасике. Смотрите, пакетик вот такого. Нашла какие-то вообще потрясающие вишневые кроссовки за 9 тысяч рублей. Сам бы вишневые. Да, сам бы. Хотя они стоят сколько? Наверное, тысяч 20 в Москве стоит. Такие даже 25, наверное. Да, 25. То есть какая-то супер-мега уникальная история. Ребята, вот вам и Джабан. Здесь прям огромная торговая улица. Что-то формат торгового центра. Здесь еще и кучи, и все бренды. И вроде как и рынок, а вроде как что-то люкс. В общем, ничего не понятно. Но вот гуляем. Такую футболку мы не покупаем. Людей, конечно, тьма. Но вот на этой улице вроде как поменьше. Смотрите, там вдалеке виднеется статуя свободы. Очень интересно, почему она здесь стоит. Пока что этот факт не выяснили. А на главной улице очень даже симпатично. Посмотрите, да? Все такое новенькое, свеженькое. Посмотрите, какой огромный Луи Виттон. Видите, вот это здание желтенькое. Ой-ой-ой, кошмар. Такая вот здесь красота происходит. Посмотрите. Какая-то еще интересная улочка. Так, ну ладно, улсака начинает уже немножко нравиться даже. Но я все равно пока что немножко, я сейчас не устала от Осаки, хотя мы здесь буквально три дня, это не полно. Вот, слишком, слишком как-то что-то не то. Знаете, есть годы, в которых ты себя чувствуешь не очень комфортно. И вот Осака, один из них. Для меня самое крутое из тех, когда мы были, это, наверное, Токио. Но это правда потрясающе. Киото тоже супер. Осака немножко не мой вайб. Я думаю, что если исследовать его подольше, то он может даже зайдет. Но пока что у меня впечатление в Соус-Соу. Хотим найти, где покушать. И тут очень много итальянских ресторанов. У меня есть один райончик, где только итальянский ресторан. Не знаю, с чем это связано. Но хочется чего-то японского в Соус-Соу. И, кстати, суши здесь вообще далеко не везде. Если вы хотите поесть суши, то нужно идти в отдельный ресторан, где продают суши. Потому что в общем меню, если там, допустим, есть рамен или курочка, суши нет. Никогда, абсолютно. И мы здесь ели суши буквально один раз. Представьте, хотя мы в Японии уже около 10 дней. Потому что их реально нет в меню нигде. Зашли на какую-то миленькую, уютненькую улочку в поисках ресторанчика. Смотрите, как симпатично здесь. И людей уже не так много, и уже уютненько, спокойненько. Такое мы любим. И смотрите, какой красивый отель. Называется Coco Hotel. Очень симпатичный, какой-то новенький, прям в таком европейском стиле. Нашли анегирную. Здесь можно только взять с собой. Анегири какие-то вкусненькие. Будем пробовать. С ресторанчиками, честно признат, здесь сложновато. Мы уже какой день не можем найти, где нам поесть. Прям присесть, чтобы было вкусненько, симпатичненько. Зато Starbucks здесь просто на каждом квадратном метре, реально. Возможно, мы не там опять-таки ищем, но, говорю, из опыта, который у нас здесь сейчас присутствует. Все, ладно, мы сели в эту анегирную. Правда, только на улице, но уже что нам терять. Такая здесь менюшка. Огромное количество анегири всяких разных. Просто посмотрите, здесь все буквально. Сейчас будем с вами, так скажем, тестить. Такая вот большая-большая анегиря с селмоном. Сейчас будем пробовать. Слушайте, ну вкусненько. Правда, не хватает немножко соевого соуса. А так очень даже свеженький. Очень вкусно мы поели. Я съел две анегирьки, я очень сильно наелась. Ребята, еще чуть не осилили до конца. Или ты две съел? Да, одну съел. Да? А я две сделала. Очень я наелась. Но вкусненько. С креветочкой попробовала. С креветочкой офигенная. Да, очень такой соус классный. Едем в отель, потому что завтра мы улетаем в Силу. Что-то мы уже устали. У нас просто Япония за неделю помотала прям жестко причем. Ну, вообще-то 11 дней здесь. Ой, 11 дней даже. А ощущается, кстати, очень быстрое время прошло. Как год. Нет, очень быстрое. Время прошло быстро, но ощущается как год. Нет, у меня прям кажется долго было. Много всего слышало. Ну да, очень много всего, конечно. Ладно, ребят, давайте не будем на это самое рассуждать. Просто приезжайте в Японию, проживайте. Это реально, вот мы хоть вам все показывали, мне кажется, но все равно нихуя непонятно. Это нужно прожить, нужно попробовать. Конечно, не понять по видео и так далее. Зашли в Family Mart. Ну, я сказала, что я наелась, но всегда есть место для вкусненького киткатика. Здесь очень много всяких разных сладостей. Посмотрите. Они прям любят эту историю. Это формата 7-11. Здесь прям несколько таких сетей. А мне вот очень нравятся эти вот боки с мачей. Пробовала в влоге с Токио. Классный, вкусный. Супер вообще. Так, друзья, я уже в номере. И сейчас у нас с вами будет самый маленький обзор еды на своем YouTube-канале. Мне кажется, потому что я взяла, господи, себе сушеный ананас. Что-то очень вкусненькое, наверное, интересное. Поэтому давайте пробовать. Здесь всего лишь 4 штучки. Оно пахнет вкусно. Окей, вот смотрите, да? Опа! Слушайте, вообще-то очень даже прикольно. Как обычный ананас, только сушеный. Классно. Если будете в Японии, берите. Вкусная шучка. Правда, здесь всего лишь 4, ну ладно. И взялась, естественно, киткат. Куда же без него? Куда же без него? Они тут его очень любят продавать. Он есть во всех вкусах, реально. Мы вообще должны были сегодня поехать на смотровую площадку. Но не осталось билетов. Мы слишком поздно о ней узнали. Что могу сказать? Как я уже говорила, Осака немножко не то, что ожидалось. Но в целом впечатление о поездке очень классное, очень позитивное. Я рада, что мы слетали с ребятами. Я вот за долгое время впервые летала не одна. И на самом деле, конечно, другой вайб. Знаете, мы все эти углы, которые у нас появляли, все сложности, трудности какие-то, я не знаю, такие проблемы, сглаживали юмором и так далее. Получилось очень смешно. Нам было очень смешно все эти 10 дней. Поэтому, да. Короче, пошла мыться и собирать чемодан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!